Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Сегодня мы предлагаем вспомнить о наиболее частых ошибках, которые допускают сажая растения, начинающие дачники. Это позволит нашим читателям избежать их повторения и получить в результате завидные урожаи. Не соблюдают оптимальные сроки посадки. В южных районах растения с открытой корневой системой высаживают с конца ноября до конца февраля, с закрытой корневой системой в контейнерах в течение всего года, летом с притенением. В северных районах предпочтительной выглядят весенняя посадка растений до начала вегетации. Предпочтение следует отдавать высаживанию растений с закрытой корневой системой. Неправильно готовят посадочную яму. Ямы необходимо готовить за 2-3 недели до посадки, а для весенней посадки лучше всего копать ямы с осени. Для саженцев с закрытой корневой системой ямы копают на 30 сантиметров больше величины корневого кома. Для кустарников яму, как правило, копают размером 40 на 40 сантиметров. Это на два штыка лопаты и глубиной один штык. Яма под яблоню для стандартного саженца должна быть примерно метр-метр двадцать в диаметре и 40-60 сантиметров в глубину. Глубина ямы соответствует высоте кома. На дно насыпают 10-25 сантиметров посадочной смеси и утрамбовывают. Если грунт глинистый, то яма должна быть шире. Если на участке песок, то яма создается немного уже и чуть-чуть глубже. В качестве органического удобрения для посадочной ямы подойдут перепревший навоз или компост. Игнорируют последствия стройки. На участках бывших под строительством с большим количеством строительного мусора необходимо выкопать ямы размером не менее 150 на 100 сантиметров с полной заменой грунта. Смешивают почвенные слои. При подготовке посадочных ям одной из самых частых ошибок является смешивание верхнего плодородного слоя с нижним, малоплодородным. Для засыпки корней подходит только плодородная почва. Не делают дренаж. На тяжелых глинистых слишком влажных почвах многие забывают сделать обязательный дренаж из щебня и песка. Не делают ревизию корневой системы. Внимательно осмотри корни, обрежь размочаленные, порванные, удали поломанные, проведи осмотр на наличие наростов корневого рака. Такие саженцы надо забраковать. Затем установи саженцы на посадочный холмик и по нему равномерно расправь корни. Только после этого засыпь все землей. Неправильно определяют положение корневой шейки. Для большинства плодовых культур специалисты рекомендуют взять за ориентир корневую шейку саженца и высаживать его так, чтобы она располагалась на одном уровне с поверхностью земли или чуть выше, чтобы когда почва осядет, саженец не утянула вниз. Корневая шейка саженца обычно располагается на 3-4 см выше верхнего бокового ответвления корня дерева. Игнорируют необходимость обрезки растений. Слабые и сломанные побеги должны быть удалены перед посадкой. Например, у роз обычно оставляют 3-4 сильных побега с двумя-четырьмя почками на них. Ленятся делать чудодейственную глиняную болтушку. Чтобы ее сделать, нужно взять глину, 10 литров воды, таблетку гетероауксина и килограмм перепревшего навоза. В полученную смесь следует окунуть корни. Спустя полчаса подсушенные корни можно закапывать в увлажненную яму. Забывают о поливе до посадки. Важно полить заправленную посадочную яму перед посадкой растений. Не сохраняют корневой ком. При посадке растений с закрытой корневой системой это часто происходит, если растение не было полито перед его освобождением из емкости. Забывают об опорах и подвязке. Саженцы, высаженные с наветренной стороны, обязательно должны быть привязаны к опорным кольям, которые устанавливаются в ямах до или во время посадки. Сразу же устанавливают опору и для лиан. Не придерживаются рекомендации о мульчировании. Вокруг посаженных растений почву нужно уплотнить, полить, обложить опилками, торфом, либо дробленой корой, чтобы сдержать развитие сорняков и уменьшить испарение влаги. Забывают о саженцах после посадки. В год посадки многие забывают укрыть молодые растения на зиму, чтобы уберечь их от морозов. Очень важно, не забудь перед зимой обильно полить саженцы, особенно хвойные. Весной, когда пригреет солнце, хвоя начнет активно испарять влагу, а корни еще не смогут впитывать ее из замерзшей почвы. Растение может элементарно засохнуть. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.